Фильм, сделанный по художественным законам, но документальный, он лидирует по популярности, даже обгоняет по массовой аудитории, вот на телевидении особенно, на какие-то художественные фильмы авторские. Как ни странно, Декурталистика лидирует в Европе, то есть она популярна очень. Значит, у нас просто в Советском Союзе традиционно в кинематографии существовало четыре направления. Это художественное кино, мультипликация, так называемое, документальное кино, которое было, прежде всего, идеологическим, очень девочным. И научно-популярное, так называемое, которое рассказывало обо всём, о научных открытиях, оно подразделялось ещё на учебное, на популяризаторское и так далее. К научно-популярному кино, например, относились фильмы и о сельском хозяйстве, и о балете, не только об учёных там, и так далее, и так далее. И о космонавтике. И существовали традиционно у нас раздельные киностудии, советские киностудии. Вот киностудия художественных фильмов, киностудия документальных фильмов и отдельно киностудии научно-популярных фильмов. Вот у нас традиционно в Ленинграде было три киностудии. И вы удивитесь, что киностудия научно-популярных фильмов, Ленинградская киностудия, она имела шесть корпусов, и она была не менее большая, а по объёму, значит, она производила очень много, вот там, единицы. Не менее большая, чем фильм. Она, значит, уже давно, так сказать, загнулась с середины 90-х, там, с конца 90-х. Но, тем не менее, традиционно вот у нас такие три направления существовали. Поэтому мы говорили, произносили термин у нас существовало не игровое кино, а документальное, научно-популярное, и ещё подразделы всякие были у научно-популярного кино. Учебное и так далее, и так далее. А вот в мире, в Европе, так сказать, не было такого разделения. У них так называемого научно-популярного, повествовательного, там, кино не было. И поэтому этот термин, не игровое кино, в отличие от игрового, пришёл к нам оттуда. В постсоветский период. Такая фраза известная, что документальное кино, оно, наконец-то, окончательно рождается, или даже вообще рождается во время монтажа. После того, как вы сняли и почувствовали, что да, ну вот всё, снимать больше не надо, надо садиться за монтаж. А это значит, что из часов и часов материала вы должны оставить вот самое то, не самое яркое, красивое, а самое то, что отвечает вашему первоначальному замыслу. И идти должны от материала и сконструировать фильм, наконец. На бумаге сначала это лучше, а потом, значит, во время монтажного периода. Там где-то 80% это ты уже часто заново придумываешь себе свой фильм, исходя, сохраняя, пытаясь сохранять свой первоначальный замысл уже в монтажном периоде. И хронометраж фильма тоже очень весьма, так сказать, плавает. Ты можешь, значит, фильм... Тебе всё жалко. Можешь его сделать 40 минут, но это будет скука смертная. Смотреть никто не будет. А можешь, значит, высказаться, значит, в 15 минут. Это будет то, что надо. Хотя на снималке часы и часы и два минуты. Всё, в общем-то, как-то определяется чувством меры, необходимостью. Главное, чтобы там был сюжет, чтобы там действие не тормозилось и развилось. В зависимости от обстоятельств, задач, там, темы и так далее, можно какой-то приблизительный сценарный план написать. И следовать ему. Наметить какие-то два-три главных эпизода, которые ты должен обязательно снять, которые состоятся в жизни этого героя. Но вдруг что-то отвалится, развалится. Ты должен быть готов, чтобы снимать другое. Но, как бы, целенаправленно, чтобы те новые обстоятельства вписывались в твой, как бы, замысел, в твои представления о будущем фильме. А можно прописать подробный сценарий в другом виде кино. Например, в его научно-популярном. Когда вы точно знаете, что вы будете рассказывать там о каких-нибудь заповедных краях Алтайского края, где так интересно, или об уникальных каких-нибудь там, я не знаю, подводных съемках на Байкале. И вам надо снять это, это, это. Туда приедут, значит, специальные водолазы с какими-то камерами. И вы с ними должны беседовать, вы снимать то, то, то. И вы должны подстроиться там и по времени под них. Вы должны прописать обязательно более, более, более подробно, 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 что вы обязаны снять, обязательно должны снять. И в этом смысле появляется нечто подобное сценарий.